Автомобильные видеорегистраторы становятся все более популярными среди водителей, но при публикации записанных видео необходимо соблюдать ограничения, установленные законом, например, скрывать номерной знак чужой машины. Что еще предусматривает закон и чем чревата публикация в общественном доступе, спросим у юриста у нас в студии Антон Филяев. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну давайте сразу дадим вот такую рекомендацию. Если мы что-то засняли на наш видеорегистратор, то какие нам нужно учитывать возможные последствия и что мы можем, а что не можем публиковать? Правомерность видеозаписи регистратора зависит от тех целей, для которых они используются. Сама по себе запись, ее сохранение на личном сервере не несет за собой, по сути, никаких вообще последствий. Конституция нам гарантирует, с одной стороны, право на защиту личной неприкосновенности, приватности, с одной стороны, с другой же стороны, предусматривает и право на защиту своей собственности, своих интересов, также возможности доказывать свои утверждения в суде с помощью всех доказательств, в том числе видеоматериалов. Поэтому здесь все зависит от тех целей, для которых делается видеозапись. Если видеозапись, например, предусмотрена для... используется потом в качестве доказательства для урегулирования какого-либо правового спора, связанного с разрешением автомобильно-дорожно-транспортного происшествия, уголовного гражданского дела или страхового случая, то здесь совершенно никаких рисков для автолюбителя нет, имеющего такую регистрацию. Если же видеозапись используется для удовлетворения чисто бытового, тривиального любопытства, для каких-то обличений, обвинений, уличений, публикаций в соцсетях, то здесь могут возникать проблемы. Давайте конкретные примеры разберем. Вот типичная ситуация. Да, я повесил видеорегистратор для защиты своего имущества, для того, чтобы в случае возникновения спорной ситуации мне было проще что-то доказать. Но я вижу на дороге, как какой-то человек неадекватно себя ведет, подрезает, обгоняет, превышает скорость. Мой регистратор все это фиксирует. И я выкладываю, например, в популярное Фейсбук сообщество ездуных, где такие записи появляются регулярно. Что тогда? Я не прав? Ну вот здесь зависит от того, что запечатлено на видеорегистраторе. Потому что сама по себе машина, вот я даже отлежал у одного молодого человека автомобиль, сама по себе машина, она же не является никакими персональными данными. Вот здесь нет ни номера, ничего нет, там не видно, кто сидит. Само по себе это не персональные данные. И поэтому никакой проблемы в этом нет. Нет, но если машина заснята с номерным знаком, его видно. Также номерной знак. Вопреки распространенному мнению, регистрационный знак, он не является персональными данными, поскольку данные авторегистратора более-менее закрыты. И мы сами, само по себе, но эти цифры мы не можем сопоставить с конкретным лицом. Вот поэтому, значит, видеозапись, в которой есть регистрационный номер, сама по себе еще не представляет, не входит в предметы регулирования норм, рекламентирующих охрану персональных данных. И такую запись можно даже выложить в Фейсбук, я думаю. Вот если там уже видны лица, вот тогда можно идентифицировать, кто находится в машине и так далее. Вот тогда возникает проблема. Вот такую запись нельзя публиковать. Вот только что промелькнул на нашем экране как раз вот фрагмент той самой записи, которая привела к долгому судебному разбирательству и наказанию. Это легендарный уровень с битой, когда человек, нарушивший правила, вышел из машины, достал оттуда бейсбольную биту и стал угрожать водителю. И опубликована была вот эта запись, и номерной знак здесь виден, и лицо водителя. Но получается, что тот, кто опубликал эту запись, нарушил закон? Ну, здесь была другая ситуация, потому что здесь было видно лицо, здесь было видно лицо, человек был, его можно было идентифицировать, и поэтому формально здесь могут быть признаки нарушения норм регулирующих защиту персональных данных. Вообще, на самом деле, вот эта отрасль права персональных данных, такая вещь в себе, которая, ну, с действительностью, может быть, не очень соприкасается. Ну, допустим, ну, например, нынешние нормы, вот общая регуляция, общий регламент о защите персональных данных, в принципе, предусматривает, чтобы на всех автомобилях, снабженных видеорегистраторами, была бы наклейка, а у водителя письменная политика использования вот этих вот данных, которых он записывает. Но это так, и в многих европейских источниках, как бы, ну, упоминается, что это, в общем-то, какой-то оверкилинг происходит, но, тем не менее, уже несколько месяцев или свыше года по всей Европе это требование формально действует, а регистрация, а наказание для него, за него достигает 20 миллионов евро. Это же касается и велосипедистов, и мотоциклистов, у которых такие видеорегистраторы. Хорошо. Поэтому здесь немножко... Если все-таки видно на видеорегистраторе, что человек действительно нарушает правила дорожного движения, подрезает, обгоняет, мы выложили это видео, получается, что мы ничего не нарушили, номерной знак не обязательно нам скрывать, поскольку лица водителя не видно. Можно ли такого человека на основании этого видео наказать, скажем, будет ли заниматься этим полиция? Ну, если написать соответствующее заявление в полицию по установленной форме, то полиция не только может, но и должна будет провести соответствующее расследование. А если полиция просто увидит это видео в качестве, может быть, частного лица, просматривая ленту Фейсбука? Ну, я думаю, что все-таки само по себе видео или ссылка на видео, она не обязательно будет являться для полиции достаточным основанием для возбуждения дела, потому что все-таки необходимо процессуально оформить его. Разумеется, если речь не идет о каком-то опасном преступлении, но действительно о чем-то, что нетерпимо в обществе. Я хотела уточнить еще... Как было, кстати, вот в данной ситуации. Извините, я хотела уточнить еще один вопрос. Дело в том, что видеорегистратор фиксирует и скорость, и местоположение, но это вроде как не может признаваться, поскольку видеорегистратор для этого должен быть признан измерительным прибором. В каких случаях видеорегистратор может признаваться измерительным прибором? Ну, надо отдать должность, что это очень острая постановка вопроса, очень специфическая. Ну, так и так. Дело в том, что процессуальные кодексы, гражданский процессуальный кодекс, который регулирует имущественные споры, разрешение имущественных споров, уголовный процессуальный кодекс позволяют использовать любые носители в качестве доказательств. В гражданский процессуальный кодексе так и написано. Доказательство может быть любой инфоноситель, любой инфоноситель, который можно воспроизвести в понятной форме перед судом. Будь то скрижали, письменный документ или видеозапись. Поэтому в этом плане ограничений никаких нет. Видеозапись регистратора может быть доказательством в любой правовой процедуре. Но вот если речь идет об установлении скорости в уголовном процессе или особенно в административном процессе, в делах об административных проступках, то там, конечно, существуют весьма четкие, очень даже казуистические правила, каким образом измеряется скорость. Но я помню, что у нас была история, когда даже выписанные полицией штрафы в большом количестве были отменены, потому что оказалось, что полицейские радары были не сертифицированы должным образом. Вот именно. Очень правильное замечание. Очень правильное замечание. Там существует масса детальных регламентаций, как проверяется скорость. Прежде всего, там должен быть радар, и он должен пройти соответствующую сертификацию периодическую. Если этого не происходит, то эти данные могут быть подвергнуты сомнению, быть отвергнуты, исключены из доказательства. Спасибо большое. Юрист Антон Филяев был у нас в гостях.